Сирах, глава 46. Силен был в браних Иисус Новин и был преемником Моисея в пророчествах. Соответственно, имени своему он был велик в спасении избранных Божиих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его. Как он прославился, когда поднял руки свои, простер меч на города? Кто прежде него так стоял? Ибо он вел брани Господни. Не его ли рукой остановлено было солнце, и один день был как бы два? Он возвал ко Всевышнему Владыке, когда со всех сторон стеснили его враги, и великий Господь услышал его. Камнями града с могущественной силой бросил он на враждебный народ и погубил противников на склоне горы, дабы язычники познали все оружие его, что война его была пред Господом, а он только следовал за всемогущим. И в одни Моисея он оказал благодеяние, он и халяв сын Иефонии, тем, что они противостояли враждующим, удерживали народ от греха и утешали злой ропот. И они, только двое из шестисот тысяч путешествовавших, были спасены, чтобы ввести народ в наследие, в землю текущую молоком и медом. И дал Господь халяву крепость, которая сохранилась в нем до старости, взойти на высоту земли, и семя его получила наследие. «Дабы видели все сыны Израилева, что благо следовать Господу. Так же и судьи, каждый по своему имени, которых сердце не заблуждалось, и которые не отвращались от Господа. Да будет память их во благословениях, да процветут кости их от места своего, и имя их, да перейдет к сынам их в прославление их. «Возлюбленный Господом своим Самуил, пророк Господень, учредил царство и помазал царей народу своему. Он судил народ по закону Господню, и Господь презирал на Якова. По вере своей он был истинным пророком, и в словах его дознана верность видения. Он возвал как всемогущему Господу, когда от всюду теснили его враги, и принял в жертву молодого Агнца. И Господь возгремел с неба, и в сильном шуме слышным сделал голос свой, и истребил вождей тирских и всех князей филистимских. Еще прежде времени вечного успокоения своего он свидетельствовался пред Господом и помазанникам его. «Имущество, ни даже обуви я не брал ни от кого, и никто не укорил его. Он пророчествовал и по смерти своей, и предсказал царю смерть его. И в пророчестве возвысил из земли голос свой, чтобы законный народ истребиться».